Богатство тонов, декоративная пышность, исключительная витализация. В создании цветочных натюрмортов у фламандских мастеров живописи, пожалуй, не было равных. Работая, они проводили часы в подобных цветущих садах. Но только ли эффект новозрелища они желали добиться? Все куда интереснее. Натюрморт 17 века – ревус, полный особого символизма. Расшифровывать который мы начнем здесь, в ботаническом саду, где бережно хранят старинные виды растений. Например, эту розу Мунди – сорт, известный аж с 1581 года. Она становилась героиней фламандских натюрмортов. Однако собрать такой же букет в наши дни – задача невозможная, уверяют специалисты. Многие сорта навсегда утрачены. Их пышным цветением мы можем добоваться лишь на холстах. Меня поразило, что в этих гирляндах розы мельче, чем тюльпаны. Ну, примерно такого размера. А придя на розари, я поняла, конечно же, они небольшие. В те годы, это 17 век, это западноевропейские розы, они еще не знали крупные чайные розы китайские. Особая любовь к розовым бутонам в католической Фландрии была связана не только с красотой, но и назиданием. Белая роза обычно символизировала духовную чистоту, красная – капли крови Христа. Каждый цветок в композиции таил посыл. И хотя значения менялись от картины к картине, зависели от пристрастий заказчика и живописца, чаще всего их определяли священные тексты. Вообще, самым распространенным символом тогда являлись христианские символы. Вот, например, белая лилия – это очень яркий образ, который олицетворяет благовещение, сломудрие, непорочность Девы Марии. Незабудка же – символ скромности и скоротечности жизни, а хлебный колос – спасение. Он символизирует танцы христии, или чтобы было понятнее, танцы причастия, совершаемых в церквях. Фактически, это встреча человека с Богом, поэтому колос напоминает нам о необходимости надежды на будущее. Послания, заложенные нами в этом сочном букете, наверняка бы поняли современники Снейдерса. Такой свежестью, однако, не всегда могли похвастаться изображаемые фламандцами цветы. Так, поникшие стебли в натюрморте с цветами, фруктами и попугаем кисти Яна Фейта восходят к теме ванитас и напоминают о скоротечности жизни. К слову, в таких композициях чудесным образом часто соседствуют распустившиеся летние и весенние цветы. Что это? Лукавство художников? Заказчики этой эпохи очень ценили, когда художник может сочетать несочетаемые в природе цветы. Те, которые зацветают в разные сезоны. И Федерико Барамео, давая похвалу Яну Брегелю-старшему, отмечает, что как прекрасно, что ты смог превозмочь природу, соединив то, что вместе мы видеть не можем. А потому мастера обращались к ботаническим атласам. И здесь, на выставке Арсвивенди, перед нами предстали уникальные, хрупкие по своей технике, естественно, научные акварели Марии Сибиллы Мэриан, созданные ей для ботанических изданий. Смелая исследовательница совершила путешествие в Суринам и открыла растительный мир Южной Америки для европейцев. Петр Первый, конечно, был наслышан о мастерстве Марии Сибиллы через своих корреспондентов и агентов, которые были у него повсюду, а в Амстердаме больше всего. И так получилось, что приобретены были рисунки Марии Сибиллы Мэриан в день ее смерти. Любопытный факт. Мария Сибилла, пожалуй, первую историю развенчала популярно. Тогда миф о том, что насекомые рождаются самопроизвольно и спонтанно, из грязи. То, что сейчас известно ребенку, в 17 веке произвело настоящий фурор. Сажая на цветы насекомых, живописцы нередко подчеркивали мотив греховности всего земного. В наши дни ключ к изящному шифру может подобрать далеко не каждый зритель. Впрочем, фламандский натюрморт, роскошное отражение эпохи барокко, от этого не становится менее притягательным, демонстрируя красоту цветов, как будто источающих аромат. Редактор субтитров А.Семкин